Будьте особенно осторожны при работе в лаборатории именно с источником огня и спиртом. У меня был такой случай, когда я протер руки, были в перчатках, протер спиртом и непосредственно коснулся огня. У меня просто загорелись резиновые перчатки. Фактически они, можно сказать, быстренько очень начали плавиться. Поэтому очень такой момент. Держите всегда емкости со спиртом подальше от источника огня. Поэтому мы их немножко отставим. Итак, приступаем к самой волнующему и трогательному моменту. Пробки в таких вот нестандартных емкостях для работы обеззараживаются следующим образом. Очень хорошо обрабатываем спиртом, для того, чтобы он попал даже под саму пробку. И в дальнейшем я использую вот такой вот метод дезинфекции. Пусть и не видно, как спирт горит. Ну, в общем, вот таким вот образом прожигаем саму пробку. Она становится довольно-таки горячая. Можно это мероприятие даже и повторить на качество этой работы. Нам оно абсолютно не повлияет. Но нужно помнить, чем мне удобны такие большие емкости. Температура нагревания горлышка очень высокая, потому что толстое стекло. И в момент вынесения самой культуры через вот это горлышко, если мы будем это долго делать, то сама культура может просто сгореть. Непосредственно в процессе изъятия. Поэтому это нужно делать очень четко, очень ювелирно. Ловкость рук и никакого мошенства. Значит, первое, и вот здесь хорошая такая агаровая среда. Мы вот сюда попробуем и изолировать вот этот шампиньон. То же самое проделаем с крышкой. Хорошо и тщательнейшим образом прожигаем саму пробку. Теперь, пока прогревается или остывает вот эти горлышко, нужно хорошо обработать лабораторную петлю. Она, само собой, что она стояла в спирте, но для более большой надежности мы ее тоже прожигаем полностью всю. И то же самое можем проделать и с пинцетом. Если вы можете, то вы можете руки тоже прожигать над спиртовкой, если у вас получается вот. Тоже для дезинфекции, чтобы вы знали, это полезно. Сам наконечник для петли должен быть изготовлен из термоспециального термометалла, который быстро нагревается и быстро остывает. Но все равно быстро это не столько, как бы нам хотелось, поэтому я всегда предварительно, перед тем, как приступать к работе, хорошо прогреваю саму петлю и на некоторое время ее нужно оставить. А это некоторое время, я просто знаю, где-то секунд 60, нужно ее выдержать для того, чтобы она хорошенько остыла. Иначе мы просто, когда возьмем этот мицелий, эта крохотная микронная клеточка, она просто сгорит от высокой температуры. Значит, на достаточное количество времени мы оставим пока саму петлю, где-то поставим ее в такое, какое-то безопасное место, мы для нее сейчас найдем. Ну, к примеру, это может быть вот здесь. И за это время мы, или я иногда можно держать в руках, за это время я буду прогревать, готовить пробирки. Они та же самая история, они должны, еще должно быть время, чтобы они остыли, а горлышки надо прожечь хорошо. И обязательный момент, не забывайте вот о чем. После того, когда вы прогрели стекло и немножко прожгли саму вату, немножко вскрываем пробирку, открываем вот это пространство, и вот здесь его обязательно хорошо прогреваем. Вот здесь чаще всего допускают ошибку, когда они делают вот это мероприятие, происходит вот инфицирование при вскрытии этой пробирки. И таким же образом эту пробирку мы оставляем... Она довольно-таки горячая, даже при касании... А! Можно обжечься. Вот, поэтому мы ее предварительно прогреваем и оставляем на штативе для того, чтобы она остыла. Сейчас мы все подготовим. К этому времени мы держим петлю, в это время самой петлей нельзя ни к чему прикасаться. Она у нас стерилизована. Так что мы стараемся... Если у вас нет практического опыта лабораторных работ, и вы не успеваете следить за всеми конечностями одновременно, то это может быть на первых порах сложно. Ну, вообще к этому привыкаешь. Вот, мы прогрели все четыре пробирки. Пробирка это самый безопасный лабораторный... Не зря ее используют на протяжении стольких лет, потому что это самый удобный, самый безопасный способ для использования. И забыл я еще одну такую вот емкость. Ну, ее не удастся нам прожечь, потому что пробка пластмассовая при приготовлении среды. Поэтому я ее просто обработал спиртом. Ну, вот так уже и будет. Итак, первым делом... Не люблю я одновременно снимать видео и комментировать, и еще что-то делать, потому что нужно и думать главное над тем, что ты собираешься сделать, и в то же время нужно еще постоянно думать, что там рассказывать правильно, и в то же время где-то ничего не коснуться и так дальше. И поэтому получается вот такая история. Все видео снимается в режиме реального времени, без монтажа, так что вот... Сможете все посмотреть, как это есть на самом деле. Итак, ну что, приступим к этому волшебному моменту. Для пересадки будем использовать для начала вот эту емкость, хорошая, чистая, значит, среда. Освобождаем пробку. И пробка может быть довольно-таки горячей. И немножко снова обязательно прогреть вот здесь горло. Так, теперь этот конденсат отсюда удаляем. Но он им здесь не нужен. Снова немножко прогреем. Оставляем емкость. Освобождаем руки. Здесь сильно долго там мы держали. И изымаем После внесения петли в стеклянную посуду необходимо коснуться на всякий случай все-таки самой петлей стекла. Оно холодное. И вот таким вот образом мы такой громадный кусок отсюда возьмем. Так, чтобы у нас супер-пупер были шампиньоны. Петля меня не совсем заточена именно под это мероприятие, Я сразу прогреваю петлю. После каждого мероприятия такого нужно обязательно ее прогревать. Нужно будет ждать все равно какое-то время, пока она будет остывать. поэтому я сразу ее прогрев оставляю для остывания и за это время попробую закупорить вот эту, не попробую, а закупорю вот эту емкость. Делаю я вот таким вот образом для надежности прожигаю саму резиновую пробку и уже после такой процедуры культура мицелия здесь в полной без опасности. Вот такая мероприятие. Ну, фактически одну такую чистую каждая следующая попытка изъятия оттуда культуры, она чревата все-таки инфицированием. Как вы видите, бутылка лежит, открытое горлышко и с каждым новым процедурой снова и снова мы сможем ее инфицировать. Поэтому в дальнейшем